Здравствуйте! В эфире программа «Республика» о главных новостях прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. На утро 13 мая по данным сайта СтопКоронавирусРФ в Чувашии 1360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 78 за последние сутки. 334 человек выздоровели, летальных исходов по-прежнему 8. С 12 мая все жители республики обязаны носить маски в общественных местах, где особенно много народа – в магазинах, в аптеках, в транспорте. Сегодня мобильные группы в Чебоксарах проверили, как соблюдаются эти меры безопасности. У нас с 12 мая вышел указ. Берег глава Чувашии с уликой, указал, что все должны ходить в масках на улицах, в общественных местах, в торговых точках, где у нас в масках находятся люди. Картина очевидная. Большинство людей в транспорте все же находятся в масках. Тех, кто еще не соблюдает требования, сегодня только предупреждают. А с 14 мая нарушителей будут штрафовать. Кроме масок в общественных местах необходимо носить и перчатки. Разумеется, не надо забывать и о соблюдении социальной дистанции. Почти месяц. С 20 апреля воспитанники детских домов, интернатов, постояльцы социальных центров живут в полной изоляции. Вместе с ними круглосуточно находятся и сотрудники этих учреждений. Они перешли на вахтовый метод по две недели. Каким творчеством мы сегодня занимаемся? Мы сегодня делаем цветочки из органзы. У нас есть органза, есть заготовки для лепестков. Из заготовок мы делаем лепесточки, сшиваем их нитками. Получается, делаем 11 штук и делаем цветок. В стационарном отделении городского центра обслуживания пожилых и инвалидов сейчас находится 26 человек. Режим изоляции введен во всех подобных учреждениях с постоянным проживанием. Такой режим работы коснулся 31 организации. Напомню, что в изоляции находятся у нас проживающие в них пожилые граждане. Их более 2700. А также порядка 450 сотрудников, интернатов и домов ветеранов. Мы ведем ежедневный круглосуточный мониторинг здоровья подопечных и сотрудников наших учреждений. Каждый день у них расписан в программе обязательное спортивное занятие, лечебно-профилактическая гимнастика. В стационаре центра соцобслуживания проходят состязания. На прошлой неделе завершился шахматно-шашечный и песенный. На этой проходит интеллектуальный и конкурс чтецов. Я не жду особенных подарков, а хочу от жизни одного. Чтобы она была бы в меру яркой, а не черной, словно воронье. А в душе, чтобы музыка звучала и стихи рождались в голове. Чтобы я обидчиков прощала и ценила тех, кто дорог мне. В стране усиливаются меры социальной поддержки семей с детьми. Соответствующий указ по этому поводу издал президент России Владимир Путин. В течение трех месяцев семьи, в которых первый ребенок был рожден или усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, получат по 5000 рублей. Денежное пособие будет перечисляться с апреля по июнь. Получить его смогут теперь все родители, независимо от права на материнский капитал. Дополнительно с 1 июня семьи, где есть дети в возрасте от 3 до 16 лет, получат по 10 тысяч рублей. Средства выделят разово на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня 2020 года. Чтобы подать заявление, есть время до 1 октября. Сделать это может один из родителей через портал госуслуг. Опекунам и попечителям необходимо обратиться лично в пенсионный фонд. Такая же технология приема заявлений. В целях упрощения сейчас все заявления подаются через единый портал государственных услуг. Более привычные, будем говорить, для населения, поскольку они по другим услугам через портал госуслуг обращаются. В отдельных случаях, когда человек не имеет тех или иных сведений, конечно, заявления будут приниматься и в клиентских службах. Кому выплачиваются эти выплаты? Прежде всего, поскольку это не завязано на правах материнского капитала, каких-либо других прав мы не рассматриваем. Мы рассматриваем родители, то есть граждане родители. За этой выплатой может обратиться и мать, и отец. Поэтому здесь, конечно, очень нужно правильно заполнять вот это заявление. Здесь обязательно важно и при ежемесячной денежной выплате в размере 5000 в течение трех месяцев и единовременной выплате граждане должны быть гражданами Российской Федерации, и дети должны быть гражданами Российской Федерации и проживать на территории Российской Федерации. К сожалению, единичные случаи и такие у нас имеются. Также в случае лишения родительских прав мы будем отказывать. Возможно, у таких семей и в случае смерти обоих родителей дети могут находиться под опекой. В таком случае опекуны должны обращаться за единовременной выплатой и ежемесячной выплатой до трех лет. Здесь заявления от опекунов будем принимать сами, потому что нужны дополнительные документы, подтверждающие установление, предоставление права опекунства решением суда. Вот это решение суда, оно в электронной форме, нигде никаких информационных ресурсов не имеется. Как идет в республике предоставление земельных участков многодетным семьям, обсуждали сегодня на заседании Кабинета министров. Закон этот действует в республике уже несколько лет. Сегодня на учете стоит около 15 тысяч таких семей. Формированием земельных участков занимаются органы местного самоуправления. Дело это непростое. Это должна быть не просто земля. Здесь должна присутствовать необходимая инфраструктура, вода, электричество. В числе лучших – Алатрский, Шумерлинский, Порецкий, Вурнарский и Бресинский, Козловский, Ядринские районы. Почти 10 тысяч участков уже подготовлены. Завершено строительство 65 домов. Новоселье отпраздновали 59 семей. Это главные новости к этому часу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова